Друзья, всем привет! Покупая пилу, часто выбрасываем, либо теряем защиту для нашей шины цепи. Но все же она нам иногда требуется. Здесь есть очень простой выход. Обычно я использую вот такой вот утеплитель для трубы. Здесь у нас есть уже разрез. И разрываем наш утеплитель вот таким вот образом. Все, после этого одеваем на нашу шину. Все, после того, как одели, достаточно вот такой вот канцелярской резинки. Все, защита готова. Теперь можно перевозить вместе с какими-то вещами в багажнике, не бояться, что они у нас повредятся. Для следующей самоделочки понадобится вот такой брусок 50 на 50. И сверлим отверстие. В данном случае сверло десятка. Далее взял вот такую небольшую речку. Вставляем саморез и прикручиваем к нашему бруску. Сильно не затягиваем, чтобы наша речка могла спокойно двигаться. Далее зажимаем наш брусок в тиски. И делаем пропил. Сделать это можно при помощи ножовки. Я же буду делать при помощи реноватора. Итак, наша самоделочка готова. Служит она для того, чтобы в один размер нарезать шканты. Да, иногда мы покупаем готовые шканты, но иногда требуются довольно толстые шканты. К примеру, десятки, двенадцатые. И проще нарезать нам круглых палочек и уже из них сделать шканты. И если нам требуется очень много шкантов, то проще сделать их в один размер при помощи нашей приспособки. Берем круглую палочку и помещаем в наше приспособление. Она упирается в нашу деревянную вот эту пластиночку. И теперь нарезаем. Нарезать можно при помощи ножовки. Я же буду делать при помощи вот такого аппарата, реноватора. Как видели, две секунды и готово. Продвигаем дальше, вытаскиваем шкант. И можно снова отрезать. Все готово. Вот таким вот образом можно нарезать множество шкантов под один размер. Друзья, ну а в руках у меня многофункциональный аккумуляторный инструмент. Еще называют его реноватор от компании Denzel. Он предназначен для широкого спектра задач, таких как распил, подрезка, зачистка, обдирка, практически любых материалов. Например, дерево, металл или керамика. Большим плюсом считается то, что можно работать в местах, недоступных для обычного лобзика или шлифовальной машины. В комплекте идет вот такая вот ручка, которую можно устанавливать как с левой стороны, либо с правой стороны. Также имеется подсветка рабочей зоны, которая упрощает работу в плохо освещенных местах. Большим плюсом считаю, что здесь бесключевая смена оснастки, которая делает переключения между задачами быстрыми и простыми. Подняли флажок и сменили оснастку. Что касается оснастки, то стартовый набор насадок входит уже в комплект поставки. Поэтому инструмент готов к работе сразу после приобретения. Имеется возможность регулировки скорости и частоты вибраций от 5 до 20 тысяч оборотов в минуту. Также есть система пылеудаления, которую легко убрать одним движением. И все, мы убрали. Аккумулятор здесь на 18 вольт и совместим с любым инструментом из линейки Denzel на 18 вольт. На аккумуляторе имеется индикация уровня батарейки, которая покажет вам, когда нужно батарейку ставить на зарядку. Ссылочку на данный инструмент, где я покупал, оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой. Уходя из мастерской, всегда выключаем вилки из розетки. И часто бывают такие ситуации, что повесить их некуда. Они мешаются. Здесь есть небольшая хитрость и поможет нам в этом вот такое вот крепление для полипропиленовой трубы. Они есть одинарные, двойные. И все, что нам требуется, это закрепить его под розеткой. Наше крепление готово. И теперь можем спокойно вилки размещать на этих клипсах. То есть взяли, включили инструмент, попользовались и снова вилку сюда поместили. Вилки всегда будут под рукой. Работая с мелочевкой, часто боимся потерять шайбочку или гаечку, например. И здесь нам поможет небольшая хитрость. Берем небольшой брусок, дощечку и скотч. Наматываем скотч на наш брусок. Один виток, затем переворачиваем и наматываем в другую сторону. Теперь брусок закрепим на столешницу. Он у нас закрепился надежно. И все миленькие шайбочки, гаечки можно поместить на этот брусок. Из-за того, что скотч липкий, наши гаечки и шайбочки никуда не денутся. Как видим, все надежно. Кстати, многие, наверное, заметили, пользовался вот таким вот скотчем. Отрывается руками, очень удобно. Берем скотч, сколько нам нужно, и просто отрываем. Делается довольно-таки легко. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда склеиваем две детали, наносим клей, и когда мы зажимаем все это дело струбциной, у наших деталей происходит смещение. Здесь есть небольшая хитрость, и сейчас я вам покажу. Все, что нам понадобится, это обычная соль. Должна быть очень мелкая. Наносим маленькое количество соли, и теперь склеиваем наши две детали. Сейчас я вам покажу. Итак, начинаем затягивать. И как видим, у наших деталей смещения нет. Вот такая вот небольшая хитрость, которая поможет в трудную минуту. Работая с клеем, нам иногда требуется сделать очень маленькую каплю клея. Но с стандартным тюбиком такое может не получиться. И здесь нам поможет обычная игла от шприца. Одеваем иглу, и все, и наносим клей. Как видим, капля получается очень маленькая. Также с иглой легко работать в труднодоступных местах. Берем плоскогубцы и загибаем иглу. И теперь можем работать, где нам неудобно подлезть. Также можно легко наносить клей. Вот такая вот хитрость, которая вам поможет в трудную минуту.